Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. С удовольствием. Да, хотим быть здоровыми, красивыми. В Новый год также вступать такими же. Но вопрос первый такой. Очень много сейчас информации. Люди теряются. Как им быть? Какие витамины принимать? Какие нет? Вот что вы рекомендуете, может быть, своим пациентам? Как понимать, какая информация правильная, а какая не очень для людей-обывателей, которые не медики? Вы видите, интернет – это как любая медаль, она с двух сторон. С одной стороны, там много информации, с другой стороны, эта информация вся очень противоречивая. И разобраться с этим может специалист. Ну, или человек, который посвятит этому жизнь. Вот, допустим, в моей практике был такой строитель, который, заболев диабетом, не мог получить того лечения, которое давало бы ему действительно хороший результат. Он забросил свою строительную деятельность. Не знаю, как-то ему, видимо, мог себе это позволить. И вместе со своей супругой они долго и долго работали, изучали эту информацию. В общем, перепрофилировались. Перепрофилировались, да, оба. И когда они пришли уже на приём с тем вариантом, который им показался наиболее адекватный, я изначально-то подумала, что это доктор им назначил. Потому что очень и очень было всё разумно подобрано. Не хватало только нескольких деталей, которые действительно без клинического мышления и хорошего опыта вот сложно предугадать, как-то там интуитивно до этого дойти. Ну, понятно. И это было бы невозможно. Вот, то есть это в качестве исключения возможно. Но вообще, чтобы разобраться, я вот не иду чинить машину, да, несмотря на то, что колесо могу поменять и ещё что-то могу. Я нахожу хорошего специалиста и иду именно туда. То же самое со всем остальным. И точно так же, а с медициной, наверное, даже эти сравнения не очень удобны, потому что ведь речь идёт о жизни и о здоровье. А и то, и другое бесценно. Поэтому лучше обращаться к специалистам. Они тоже разные и рекомендуют разного. Согласна? Да, сколько докторов были у нас на эфире. Да. Может быть, мы... Давайте так начнём. Вот всё-таки, чтобы быть здоровым. Какие-то рекомендации основные мы можем сейчас разложить, разложить, ну, хотя бы, чтобы человек понимал, какой шаблон, механизм должен быть. Конечно. Доктор – это ведь не только тот, кто лечит, а тот, кто ещё занимается просвещением. Да. Потому что самое лучшее лечение – это профилактика. А чтобы профилактировать, нужно рассказать, научить и так далее. Вот чтобы не сталкиваться с противоречиями, или, что называется, чтобы эти противоречия развеивать, я стою на очень хорошей платформе. Эта платформа называется физиология и биохимия. Это те две науки, которые каждый врач должен знать очень хорошо. И чем глубже он в это посвящён, тем проще он может это передать простым людям. Потому что не надо всех делать специалистами в этих сложных науках. Ну, конечно, точно. Так вот, что такое быть здоровым? На мой взгляд, нужно, ну, в первую очередь, надо быть приверженцем здорового образа жизни. Что это такое? Общая фраза, да, такая нависшая с комой уже. Три таких кита. Основных? Да, по мере возрастания. Это соблюдение суточных ритмов, потому что не только моря и океаны зависят, да, их приливы, отливы, но и человеческий организм в полном объёме зависит от того, какое сейчас время суток и насколько это светило одно или другое освещает нашу жизнь. От этого меняется наш гормональный фон, активность наших внутренних систем и так далее. И здесь очень важно не только, сколько человек спит, да, а вот именно во сколько он ляжет. Вот принципиально важно, потому что мы все созданы по образу и подобию, и при всей нашей индивидуальности мы всё равно должны следовать этим принципам физиологии. При этом важно отметить, что наша уникальная совершенно система, она способна адаптироваться ко всему. Человек может оказаться, да, в стрессовых условиях, не спать, не есть и так далее, и он достаточно долго не погибнет, ну, в зависимости от этого уровня, так сказать, стресса. Но в этой адаптации он будет терять своё здоровье, в зависимости, опять же, от выраженности. То есть в кредит живёт. Вот именно, да, тратит свои ресурсы. Поэтому, чтобы не тратить эти ресурсы и подходить к старости достаточно крепким и здоровым человекам, спать надо ложиться до 23 часов. До 23 часов. Да, это принципиально важно. Многие люди часто очень, и вы, и я это слышу, говорят, мы совы, мы жаворонки и так далее. Вот на этот вопрос очень чётко ответил мой любимый русский физиолог Иван Петрович Павлов, который сказал, что нет ничего могущественнее в работе организма человека, чем ритмы, в том числе и навязанные патологически. Поэтому, когда мы себе навязываем, да, привыкаем, в какой-то момент у нас появляется чёткое убеждение, что вот я сова, должен ложиться поздно и вставать тоже поздно, и так я лучше функционирую. Конечно, есть определённые индивидуальные особенности, но если вы вспомните детский сад или армию, да, то там все были жаворонками. И у всех получалось. Да, и у всех всё получалось. То есть до 23 мы ложимся спать, а подъём? Ну, конечно же, желательно спать 7-8 часов. Почему это время, да, не 6 и не 5 часов? Потому что за этот период времени у нас проходят все необходимые циклы сна, и тогда вся информация укладывается, куда она должна, и все, ну, скажем так, амортизационные потери за день, да, они восстанавливаются. То есть у нас и голова, и тело восстанавливается и отдыхает. Поэтому нужно определённое количество времени. Но принципиальнее лечь вовремя и встать раньше, чем лечь позже и встать позже. И встать позже, понятно. Да, это один кит первый. Второй кит – это физическая активность. Человек должен быть физически активным всегда. Не от случая к случаю и не два раза в неделю, когда он идёт в спортзал, а каждый божий день. При этом мы же понимаем, что мы живём вот в нынешних условиях, да, не как раньше, там все пошли, в пять утра встали, и в поле целый день трудятся физически. У нас другая сейчас жизнь. Но это не значит, что она как-то вот в плане физиологии поменялась. Я не могу каждый день ходить в спортзал, но я там бываю. Тоже два-три раза в неделю. А в оставшееся время я делаю вообще всё, что угодно, чтобы мои мышцы работали. Когда я стою на перекрёстке, я с пятки на носок, я не стою просто так. Я могу пробежаться по восьми этажам своего дома, вверх-вниз там 10 раз. Я могу поотжиматься, поприседать. Даже в перерывах, когда я читаю лекции, все пошли на кофебрейк, я могу 40 раз отжаться, присесть, и это тоже моя физическая активность. Или там какое-то время я занималась рукопашным боем, какое-то время я занималась. То есть держать это всегда в голове. Активность любая. Любая всегда. Хоть идёшь пешком, хоть идёшь на танцы, хоть у тебя силовая нагрузка. Да, когда я иду далеко, я иду расслабленно и стараюсь, что называется, свои силы размерять. Если я иду коротко, то я просто даже сознательно напрягаю мышцы, это тоже повышает мою физическую активность. И когда мне говорят, ой, это у тебя генетика кавказская такая, вот там 45... Прекрасно выглядишь. Да, я говорю, вы знаете, у меня есть близкие мне родные люди, которые не соблюдают этих принципов правильного образа жизни, и выглядят они старше меня, хотя, может быть, они меня и младше. Вот, то есть тут всё зависит... Ответственность человека за своё здоровье, она вот прежде всего его ответственность. Конечно, нужны знания. Вот, знания мы хотим получать. Друзья, у нас небольшая музыкальная пауза. Мы скоро вернёмся. Будьте со Страной ФМ, с нами интересны. Друзья, мы продолжаем. Медицинская программа у нас сегодня. Врач-эндокринолог Зухарапавлова в эфире Страной ФМ. Продолжаем получать верные истинные рекомендации. Ложимся спать до 11. Что у нас ещё? Физическая активность всегда. Да, третий кит, совет. Я бы хотела, чтобы люди понимали, что физическая активность всегда, это просто вот должно быть фоном, естественным состоянием человека, быть физически активным. Старайтесь не ездить на лифте, старайтесь пройтись пешком. Вообще самая физиологичная нагрузка – это ходьба. И если у вас есть возможность ходить, ходите. Не отказывайтесь об этом удовольствии, потому что сейчас у нас всё автоматизировано. Я даже помню своё детство, чтобы взять какую-то справочку, ты должен был оббегать полгорода. Это правда. Сейчас ничего не нужно делать. Вообще можно не выходить из дома. Ни за продуктами, ни за справочками. Всё могут организовать. Всё привезти, да. Да, поэтому не отказывайте, потому что физиология человека не поменялась, и тот, кто не пользуется своей мышечной массой, её теряет. Она просто банально разрушается, а крепкая, хорошая мышечная масса – это дополнительная и очень существенная защита для человека. Ну и психика разгружается. Да, именно, точно. Спасибо. И третий основной кит, приоритетный, хотя это не значит, что всё остальное незначимо, значимо, но на процентов 70 наше здоровье определяет именно то, что мы едим. Помните это классическое выражение «ножом и вилкой мы копаем себе могилу»? Абсолютно так и есть, потому что сейчас нынешнее питание человека, оно настолько изменено, оно настолько нефизиологично, именно поэтому люди стали набирать вес в такой прогрессии, что ожирение названо эпидемией 21 века. И даже у детей, да? В том числе, к сожалению, уже полмиллиона, по-моему, только в нашей стране, я не боюсь ошибиться с этой статистикой, но около полумиллиона детей с избыточной массой тела, да, в нашей стране, и ожирением вот на 2016 год. А это говорит о том, что, скорее всего, большая часть этих деток будут бороться с этой проблемой всю свою жизнь, к сожалению. Уже есть склонность определенная. Ну да, уже заложены эти метаболические нарушения, и очень-очень сомневаюсь, что большая часть из них преодолеет это, потому что это же, получается, культура питания в семье. И они с этой культурой питания пойдут дальше. И если кому-то повезет, и он получит, опять же, те правильные знания, и избежит серьезных осложнений, потому что осложнение ожирения – это же не косметический дефект. Это самая плохая и в тот же момент самая благодатная основа для развития таких заболеваний, как диабет, как гипертоническая болезнь, метаболический синдром. Кстати, онкологические риски резко повышаются при наличии ожирения, потому что ожирение – это всегда воспаление. Что есть, как быть, что правильно, какие-то ошибки совершаем в большинстве своем. Все очень просто, прикладно, да, расскажем так, как вот должно быть в жизни нормального, обычного человека, который хочет быть здоровым. Который проснулся в 7 утра. Вот, отлично, да. Причем он должен проснуться в это время выспавшимся. Я всегда привожу такой пример, да. Я однажды смотрела, это уже такая профессиональная деформация, я смотрела с ребенком мультик «Американский белоснежка и семь гномов», и вот она просыпается, и начинают петь птицы. Солнышко светит, она только открыла глаза, и тут же встала и пошла петь и танцевать. Вот я смотрю и понимаю, что у белоснежки надпочечники работают великолепно. Иначе… Это очень хорошо. То есть она здорова. Абсолютно прийти. Вот, кортизола достаточно и так далее. Но вот человек, который хочет быть здоровым, должен, проснувшись, первое, что сделать, выпить воду. Причем воду в зависимости от времени года, вот сейчас зима у нас, декабрь, она должна быть не даже не комнатной температуры, а погорячее. И еще бы туда выжать что-то, по типу лимона, допустим, да, или алоэ налить, чтобы не только добавить воду, да, в организм, в котором сейчас воды однозначно мало. Почему ее мало? Мы ночью дышим, многие храпят и дышат открытым ртом, значит, потеря влаги более значительная. У нас есть мочевой пузырь, да, мы утром все идем в туалетную комнату и понимаем, что какое-то количество жидкости вот так вот вывелось. Мы имеем самый большой орган – кожу, через который очень много теряется жидкости, и еще кишечник и так далее. Утром человек всегда в состоянии гиповолемии, то есть недостатка жидкости. И самое разумное, что мы можем сделать, чтобы облечить работу, в том числе сердечно-сосудистой системы, потому что человек встал и сердце должно качать эту густую жидкость, он должен добавить воды. И не стакан, а желательно больше. Я понимаю, что сразу много-то не войдет. Я однажды попыталась 500 мл вылить и долго сидела, потому что боялась и сложилась расплескать. В общем, вода с лимоном, да? Желательно, да. И потеплее. Вот выпив эту водичку, человек смыл ферменты, которые в желудке появляются для того, чтобы переварить пищу, а человек утром обязательно должен поесть, поэтому ферменты всегда на готове. Ну вот смыв эти ферменты водой, человек должен пойти умыться, принять душ, накраситься, одеться и так далее, собрать там свою семью. Пройти время должно. Тогда все снова восстановится, весь этот баланс ферментативный, и нужно поесть. И еще, что очень важно, что у многих людей такой стереотип заложен в голове, что утром только каша, и желательно с маслом, и с куском хлеба, сыра, что-то такое. Вот тарелка должна строиться иначе. Половина тарелки, и прежде всего в завтрак, это растительная клетчатка, это могут быть и фрукты, и овощи, фрукты утром. Это мы про завтрак говорим сейчас. Четверть второй половинки, это белок, яйца, птицы, рыба, мясо и так далее. Когда люди говорят, что утром мы не можем есть мясо, я всегда спрашиваю, а колбасу можете есть? Можем. Так вот, лучше есть мясо, чем колбасу. Даже несравнимо лучше. И еще четверть, это может быть углеводы. Кусочек хлеба, немножко крупы. И вот это называется сбалансированное питание. У нас сейчас вновь небольшая пауза, друзья. Скоро вернемся. Просвещайтесь. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Продолжаем. Друзья, у нас в гостях Зухра Павлова, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, кому мы доверяем безоговорочно. Продолжаем рассказывать, как нужно держать себя в тонусе, в здоровом. То есть режим «завтрак» мы на нем остановились. Завтрак – это овощи, фрукты, белок и злаки. Да. Да. Что еще? Я хотела еще поблагодарить за доверие. Спасибо, это очень важно. Что касается завтрака. Да, три важных компонента. Растительная клетчатка, белки, жиры, углеводы. Все в этом завтраке должно быть, и все должно быть в балансе. Есть такая процентовка, которая мне наиболее близка, потому что она близка физиологическим параметрам. 40% на углеводы, и желательно, чтобы это были сложные углеводы, по типу круп, допустим. То есть это не сахар и не мед. 30% это на белки, причем и растительные, и животные. Нам нужно и то, и другое. Я не стою на позициях веганства, вегетарианства. Я стою на позициях физиологии. Человеку нужны и те, и другие белки, для того, чтобы... Причем их желательно получать вместе. Ну, то есть кусочек мяса и чечевицы, допустим. А, то есть совмещать нормально. Это правильно. По очень простому принципу, когда поступает все, то организм может сформировать свои белки. Потому что в растительных компонентах есть часть незаменимых кислот, меньше, чем в животных, но и там, и там есть незаменимые аминокислоты. То есть те, которые у нас не формируются, не образовываются. Или если даже они образовываются, то настолько в маленьких количествах, что не могут их заменить. Поэтому баланс. Вот вообще самое важное в жизни – это баланс всего. В том числе и питательных этих нутриентов. Поэтому белки в балансе и жиры в балансе должны быть и растительные, ну, прежде всего, полиненасыщенные. Все об этом говорят, много знают. Омега-кислоты. И насыщенные животные жиры. Они тоже должны быть, но их процентовка 70 и 30, меньше на насыщенные. Тогда человек получит абсолютно всё. И ещё фундаментально важное правило – есть надо, не переедаем. То есть основная беда не только в нарушенном балансе, но и в том, что люди банально переедают. Двигаться все стали меньше, а есть стали… Порция больше. Больше. И баланс вот этих вот жиров и углеводов, то есть калорийность, да, тоже повышенная. И здесь тоже баланс. Видите, он вообще везде этот баланс. Поэтому вот соблюдая этот баланс и количество, человек будет здоровым. Вообще все долгожители – это малоежки. Следующий очень важный момент. Что мы делаем, когда мы поедим? Всегда. Завтрак, обед, это ужин. Мы пьём чьи. Чьи, кофе, да, какие-то ещё напитки, у кого какие радости, вот все считают нужным запить. Да, не хотела привести пример, но он такой пугающий, отложим его. Так вот. Ну это правда привычка, да, мы согласны. Да, это традиция такая. Если говорить за большинство, то здесь средняя температура по больнице такая. Точно, но есть очень важный момент, который как-то забыт и упущен, но не везде. Вот, допустим, в Китае люди еду, чаем не запьют ни при каких обстоятельствах в большинстве своём, потому что это культура такая этой нации. Они могут запить тёплой водой, причём небольшим количеством, потому что если мы разводим ферменты, то эта пища будет недопереваренной, и потом из неё меньше можно будет получить полезного. А вот чай и кофе можно выпить через час. По какой причине, вы спросите, да? И очень часто люди возражают, вот мои предки всю жизнь так делали, и так далее, и тому подобное. Это плохой аргумент, мы с вами не знаем, как закончили эти предки, как долго они прожили и так далее. И как качественно. И как качественно они жили, правильно. Так вот, чай и кофе – это танин, содержащие вещества. И этот танин, он имеет такую особенность. Он разрушает в какой-то степени витамины группы В, больше или меньше разные их варианты. Он связывает в большой своей массе железо кальций и существенно тоже разрушает витамины группы А. И получается, что запив чаем или кофе свою пищу, вы половину добрую, да, хорошего, нужного вашему организму теряете. А вот если вы проведёте час без этих напитков и выпьете его после, кружку кофе или чая, то вы получите и удовольствие от этого напитка, и ещё там масса полезных свойств с самих этих напитков, и ещё получите всё полезное из вашей пищи. Поэтому этому можно научиться. Я точно так же, как и все, раньше запивала еду. Завтрак, да, с кружечкой чего-нибудь. Точно, да. Но теперь я это делаю давно уже достаточно. Я запиваю тёплой водой, там может быть лимончик, или какая-нибудь травка, не содержащая танин. То есть, в принципе, запивать можно, да, если тёплой водой? Полстаканчика. А вот именно чай и кофе, как мацион, уже позже, через час. Или вы можете пить в процессе, но по глотку, потому что глоток, он просто скатывается по малой кривизне желудка дальше в двенадцатиперстную кишку, и нет вот этого разведения этих ферментов, и нет этой сухомятки, потому что это тоже вредно. Или небольшое количество в окончании. Всё, а через час я приезжаю, допустим, на работу, успеваю выпить чай до приёма, выпью, не успеваю, не выпью. Но я сейчас вообще не пью танин содержащих напитков, как правило. Я пью, могу травяные напитки выпить, могу выпить просто ту самую воду, с лимоном, горячую, и меня это очень устраивает. Я свои надпочечники берегу. Смотрите, а это только завтрак. Вот если говорить дальше, какой режим примерно питания? Какой режим, да. Мы всё время будем говорить про то, что организм любит циркадность, любит вот эту стабильность. Есть надо не раньше, чем через три часа, вот между промежутками пищи, промежутки между приёмами пищи, и не позже, чем через пять часов. Чем это обоснованы, эти цифры? Тем, что в среднем пища покидает желудок в течение трёх часов. Ну, если не берём свинину, да, это наиболее долго задерживающийся продукт. Всё остальное, если вы это тщательно переживали, это, кстати, очень и очень важно. Я вот всем рекомендую, и нашим слушателям, и зрителям, и своим пациентам, я говорю, проведите эксперимент. Когда вы наедине, положите кусочек там, как бы мяса, допустим, или какого-то овоща, и пожуйте 30 раз. Во-первых, вы точно поймёте, что столько вы никогда не жевали. И второй факт, который вы отметите, что даже на 31-й второй раз там ещё есть, что пожевать. То есть нет смысла огромную порцию есть. Да. Вы съедите значительно меньше, не потому что устанут ваши челюсти, а потому что вы наедитесь значительно раньше. Почему? Потому что... И уничтожите вкус. Точно, да. Это совершенно фантастическая история. Потому что у нас успевают выделяться ферменты, гормоны, которые дают насыщение. И человек таким образом начинает наедаться меньшим количеством. То есть он не мучается, голодом отрезает ту часть тарелки, а вот естественно, комфортно наедается. И желудок – это прекрасный орган, который имеет свойство стягиваться. Как только вы начнёте есть меньшие порции, спустя какое-то время он уменьшится. Потребуется вам меньше. И вот эти рецепторы, которые реагируют на объём, уже не будут стимулировать больше. У нас сейчас очень даже медицинская песня, которая называется «Нити ДНК», группа «Би-2 и Монеточка». Так что, друзья, мы скоро к вам вернёмся. Наука и технологии на телерадиоканале «Страна.ФМ». Итак, друзья, как жить правильно, здорово и счастливо, нам рассказывает Зухарапавлова, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук. Мы остановились на чай, промежутках. Как и быть дальше с обедом, ужином. Вот, значит, если вы не хотите есть через три часа, поешьте через четыре, скорее всего, уже чувство голода появится, потому что стимулом к приёму пищи является не будильник, а именно чувство голода. Но когда человек живёт в определённом режиме, то и это чувство тоже будет появляться в определённое время. Если вы не будете есть регулярно, больше, чем через пять часов, то организм, он работает всё-таки в своём режиме. Если человек часто ест с большими промежутками, то это создаёт только одно ощущение в этом подсознании, которое работает вот в этом плане автономно. Оно не понимает, что это вы сами навязали такой режим, и вы в безопасности, и еды вокруг много. Оно воспринимает эту ситуацию как угрозу умереть от голода. И начинает активироваться такой фермент липопротеин липаза. Не обязательно запоминать все эти сложные вещи, просто такая система, которая будет работать на запасание, потому что вы создали ситуацию, как им кажется, скажем так, этим органам контролирующим, что вот-вот мы можем и оказаться в ситуации голодной смерти. И копится, к сожалению, самый вредный жир, как энергетический запас, который при увеличении определенного количества несет организму большие проблемы. Кстати, то же самое формирование этого висцерального жира происходит тогда, когда человек хронически ложится спать глубокой ночью. Это тоже стрессовая ситуация и бессмысленно самому себе рассказывать, что с тобой все хорошо, ты сам себе выбрал этот путь. Да, пожалуйста, но вот они работают автономно. Поэтому едим не раньше, чем через 3 часа и не позже, чем через 5 часов. Установки «не едим после 6» они крайне вредные. Такие люди всегда будут бороться, к сожалению, с избытком жировой ткани. Вот. Что еще очень важно? Очень важно распределять ваш рацион суточный, да, вот 100% еды на вот эти вот разные приемы пищи в зависимости от вашей физической активности. Кто-то с утра, да, занимается, кто-то вечером занимается. Если вы пошли заниматься в спортзал вечером, то вы поедите в обед больше, а вечером вы уже съедите меньше. Но оставаться голодным все равно нельзя ни утром, ни вечером, ни днем. Понятно. Вот смотрите, еще сейчас много таких продуктов встретишь в магазинах, которые одобрены тем-то, тем-то. То это ассоциация врачей, то это там безглютеновые для диабетиков и так далее. Вот как вы к ним относитесь? Я очень плохо отношусь к продуктам, которые для диабетиков на фруктозе, потому что фруктоза – это как раз то, что приведет к диабету, к рецидиву, к его дебюту быстрее, чем глюкоза. Доказанная история, поэтому с фруктозой очень аккуратно. С глютеном тоже, на мой взгляд, перераздутая история. Да, существуют люди с такими заболеваниями, как целиакия, и вообще с воспалительными заболеваниями кишечника. И тогда глютен, как белок, который способен разрушать наш эпителий, здесь не показан. И его действительно надо исключать. Но не все имеют эти проблемы, и поэтому у всех исключать пшеницу, рошу или овсянку я бы точно не рекомендовала, потому что это ещё очередная мода такая. А что нужно? Сдать анализ, чтобы понять? Как человеку вообще понять? У него есть этот недуг? Да, существуют специальные методы исследования, и вот всегда говорю, индивидуальный подход. Вот что положено одному, совершенно не нужно другому. А сейчас всем навязывают эти модели кето-диета. Совершенно, на мой взгляд, ужасная история. Она показана при нейродегеративных заболеваниях курсами, потому что те, кто знают биохимию и физиологию, абсолютно точно знают, что использование большого количества жиров всегда приведёт к неалкогольному заболеванию печени. жировой болезни печени. А это стартовая площадка для всех больших бед в нашем организме. Поэтому есть показания для кето-диеты, но они очень небольшие и непродолжительные. Всем остальным кето-диеты не полезны. Ну, так же, вот как и не есть мясо, может быть, даже полезно какой-то там типа пост, да, выдержать, но другое дело сделать это... Да, да, сделать из этого образ жизни точно не стоит. Мясо нам показано. Мы не зебры, мы устроены иначе, да. И очень часто вегетарианцы со мной когда спорят, они говорят, ну как-то вот зебра же набирает такое количество белка. Я говорю, да, у неё отлично получается за счёт совершенно другого желудочно-кишечного тракта. Другой желудок, другой кишечник, намного более продолжительный и способен усвоить все эти белки. Вот, чтобы было понятно, из яйца мы можем усвоить до 80-98% белка, а из сои только 68, а из грибов вообще 23. Поэтому никак. Смотрите, вот поскольку мы говорим в принципе о ЗОЖе как таковом, ну, в медицинском, много стрессов, личных каких-то ситуаций. Сейчас модны всякие психологи, гармоничное состояние. Вот вы как эндокринолог, казалось бы, человек другой профессии. Как к этому относитесь? Вот смотрите, у нас всё ведь природой предусмотрено. Когда люди едят много жареного, да, то у нас есть такая глиоксолазная система, которая способна бороться с конечными продуктами гликирования, цитотоксичными такими, но до определённого момента. Мышечная масса, которая совершенно потрясающе справляется с гормонами стресса, у них два выхода, кстати, да, вот эта народная мудрость поплачь легче будет, она обоснована. Они выходят либо со слезами, либо в работающих мышцах. Это ведь тоже такая профилактика стресса или ликвидация его последствий, хорошая физическая активность. И тогда человек становится стрессоустойчивым. Ведь вы посмотрите, спортсмены, они же куда более стрессоустойчивы, чем, не знаю, деятели искусства, например. Вот. Но не всё можно победить в спортзале, поэтому там, где человек не справляется вот этими средствами, то и психологи, ну, на мой взгляд, больше психотерапевты, способны помочь человеку и даже назначение тех же антидепрессантов по делу, да, и в нужном количестве нужный вариант, это тоже большое благо, но от специалиста. Потому что, опять же, одному они могут принести пользу, а другому большой вред. Всё имеет своё место. Да, друзья, но мне кажется, прежде чем вы пойдёте к психотерапевту, если вы уже наладите так свой режим, о чём мы сегодня говорили, вы почувствуете, на мой взгляд, большие облегчения. Точно, абсолютно. И психические тоже. Знаете, самая большая победа, на мой взгляд, когда мой пациент напротив говорит, доктор, вы знаете, я ведь, честно говоря, сомневался или сомневалась, вот, выслушивая ваши рекомендации, но всё-таки решила попробовать. И, о боже, я вдруг избавилась от того-то, от того-то. Спасибо. Звухропавлова, друзья, спасибо огромное, очень интересно. Спасибо.